Танкистам привет, а остальным соболезное. Сегодня на повестке дня у нас легендарный, но почему-то без малого забытый многими танк Т-10М. Данную машину вы можете знать по таким играм как Codename Panzer Cold War, там он является тяжелым танком СССР под индексом ИС-10. Или же например в таких играх как Карибский кризис и Карибский кризис Ледниковый поход. Там он представлен в виде модификации Т-10М у советской армии. Данное видео разделено на две части, но не волнуйтесь, вам не придется искать его где-то на моем канале. Все вы увидите уже здесь, по таймкодам в описании. Первая часть представляет из себя исключительно игровой опыт и наставление о правильном использовании танка. Во второй части я расскажу вам о том, что из себя представлял Т-10 в жизни. Итак, Т-10 в игре представлен аж сразу в двух вариантах, но так как у меня имеется лишь Т-10М, то и расскажу я вам лишь о нем. Сразу скажу, танк защищен хорошо. ВЛД и НЛД имеют толщину 120 мм с отличными углами наклона брони, благодаря чему серьезно возрастает приведенная толщина брони и шанс рикошета об нее снарядов. Самое слабое же место в лобовой проекции это триплекс механика водителя, который пробивает с большинством снарядов потенциальных противников и даже снарядов противников, которые на несколько рангов ниже вас. Но это не всегда. Ну и разумеется НЛД и передние каточки. Толщины брони башни во лбу варьируются от 120 до 250 мм. Но благодаря округлой форме башни приведенная толщина также значительно увеличивается, иногда под некоторыми углами достигая аж до 400 мм бронирования. У танка достаточно плотная компоновка. Снаряды располагаются вокруг механика водителя, что делает его пребывание в машине схожим с главным героем фильма ВИ. Только тут нас окружают снаряды, что в любой момент могут оставить нас без сознания. Над гусеницами в задней части башни у нас также заложены снаряды. Лично я обычно беру с собой не более 13 боеприпасов, 10 из которых это всегда кумулятивы и оставшиеся 3 на выбор. 2 фугаса и 1 бронебойный, либо же наоборот, 2 бронебойных и 1 фугас. Однако вы можете брать и все 10. Так как помните, что при любом попадании пороховая бочка, заложенная в вашем танке, может детонировать и тогда потери сознания вам не избежать. Хоть брони у нас и много, наш БР расположен на 8.3, а это означает, что нам часто будут встречаться кумулятивы и иногда даже противники с боевым рейтингом 9.3. Снаряды некоторых могут пробить нас в башню насквозь. Повысить живучесть могут помочь ТДА, дымовые гранаты, аккуратная езда и использование различных неровностей и объектов на карте, чтобы скрыть уязвимый НЛД. Здесь не обойтись без но. Минус дымовых гранат на десятке состоит в том, что наши дымы представляют из себя две бочки пива сзади танка и становятся неэффективны, если вас поставили на гусеницу и выбили двигатель или трансмиссию. Дело в том, что сбросив одну из бочек пива или даже две, вы сделаете подлянку только себе, закрыв полностью обзор перед собой и открыв свою прекрасную мордочку с башней перед соперником. Ну а что насчет того, с каким снарядом играть, то, как я говорил уже чуть ранее, в качестве основного снаряда, если бы его выкачали уже, советую использовать кумулятив в 3 БК-9. Его пробитие в 400 мм не оставит равнодушными ни одного вашего соперника. Также невероятной глупостью было бы не отметить подвижность Т-10М, ведь вперед мы разгоняемся до целых 50 км в час, что может посоревноваться даже с некоторыми средними и, возможно, даже некоторыми легкими танками. И задний ход у нас здесь неплохой, в отличие от многих других советских машин позднего периода, у Т-10М задний ход составляет целых 9,9 км в час. И вот настало время поговорить о том, что Т-10 представлял из себя в реальной жизни. Сразу хочу отметить, что на экспорт данные машины не поставлялись и в боевых действиях участия не принимали. Т-10 стал последним серийным тяжелым танком, который выпускался в Советском Союзе. Танк разрабатывался в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода под руководством Джозефа Котина в 1949-1952 годах для замены в войсках тяжелых танков ИС-2, ИС-3 и ИС-4. На различных стадиях доводки опытных образцов объекту 730, таковым было его неофициальное название, присваивались обозначения ИС-5 и ИС-8. По завершении войсковых испытаний инженерам пришлось произвести множество доработок, а некоторые узлы и вовсе разрабатывать заново. Далее машина была переименована в ИС-8. А после смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года название танка сменилось на ставшее уже в какой-то степени известным всем как Т-10, с которым он и был принят на вооружение 15 декабря 1953 года. Наименование танка Т-10 было дано из-за того, что ИС-8 являлся десятым по счету серийным тяжелым танком, принятым на вооружение советской армии. В техническом задании фигурировало ограничение по массе в 50 тонн. Основная толщина брони была распределена от 60 мм вверху корпуса до 120 мм внизу. Это было сделано с учетом законов обстрела, которые были разработаны еще в годы Второй мировой войны. Самым большим отличием от его прямого предка ИС-3 были более длинный корпус, 7 пар опорных катков вместо 6, увеличенная башня, на которой установлена новая пушка с вытяжным устройством, улучшенный дизельный двигатель и увеличенная броня. Также на Т-10 устанавливался V-образный 12-цилиндровый 4-тактный дизель жидкостного охлаждения V-12-5 мощностью 700 л.с. Благодаря новому двигателю V-12-5 танк без труда разворачивался на месте. Что касается подвижности, то максимальная скорость танка по шоссе достигает 42 км в час. На Т-10 изначально устанавливалась пушка D-25ТА калибра 122 мм. Танк также обладал отличной проходимостью и мог с легкостью успешно преодолевать крутые подъемы. Обнаружив цель, командир нажимал кнопку и башня автоматически поворачивалась в нужном направлении. Это серьезно упрощало целеуказание наводчику. Пушку снабдили механизмом досылания, который уже облегчил работу заряжающего. А также повышал скорострельность в 1,5-2 раза. Также скажем пару слов о отритвлении. Т-10 это объект 273-2Б1 ОК. ОК это советская самоходная 420 мм минометная установка для стрельбы ядерными зарядами на базе Т-10М. Первый опытный образец был готов в 1957 году. Скорострельность 1 выстрел за целых 10,5 минут. Дальность стрельбы 25 км. А активно-реактивной миной 50 км. Масса артиллерийской мины для такого чудовища составляла 670 кг. Но о данном дрыне мы поговорим как-нибудь в другой раз. Итак, Т-10М сильно отличалась от предшественника и уже обладала двухплоскостным стабилизатором вооружения. Устройством досылания снаряда и заряда заряжания было раздельным. Была также изменена конструкция башни с усилением ее бронирования, дошедшего до 250 мм в лобовой части. Башня танка Т-10М отличалась от башни Т-10 и Т-10Б. Она отливалась из броневой стали марки МБЛ-1 и имела переменную толщину стенок. На Т-10М уже использовали пушку М62Т-2. Для уменьшения загазованности боевого отделения на стволе пушки устанавливали эжектор пороховых газов. А вместо двух пулеметов ДШК на танк устанавливался пулемет КПВТ калибра 14,5 мм на крыше башни. И второй КПВТ уже был спарен с орудием. У Т-10М также лучшие дела обстояли и с подвижностью. Это были уже 50 км в час вместо 42 у Т-10. На базе ходовой части узлов и агрегатов Т-10 были сконструированы самоходные пусковые установки баллистических ракет. А также тяжелые артиллерийские самоходки. Десятки стали одним из самых массовых тяжелых танков в истории человечества. По некоторым данным с 1954 по 1966 годы в СССР выпустили от 6 до 8 тысяч этих танков в нескольких модификациях. Последние Т-10 были сняты с вооружения уже в Российской Федерации только в 1993 году. Ну а на этом наш ролик заканчивается. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Прошу вас поставить лайк за мои старания и подписаться на мой канал, ведь в скором времени здесь будет множество интересных видео. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok